здравствуйте дорогие друзья сегодня вам решил записать такое немножко объясняющее видео о том что у нас происходит в небе и как это на нас повлияет что это нам даст какие качества характера какие event иногда могут произойти при таком сочетании планет и так сегодня благоприятный день супер благоприятный день буквально недавно у нас юпитер вошел в знак стрельца свой собственный знак варготтама это прекрасное положение юпитера которое говорит о том что поскольку это стрелец это люди которые действуют независимо которые хотят развиваться которые делают вызов судьбе которые несут вперед свою идею продвигают ее и таким образом то есть это первопроходцы это люди которые идут вперед которые ничего не боятся которые развиваются и ведут за собой иногда других так вот это положение у нас будет сегодняшнего дня до примерно 20 марта это мощнейшее просто положение юпитер в прекрасном себя состоянии чувствует и будет просто благословлять говорится что юпитер когда входит в этот знак он подобно мудрецу который просидел тысячи лет в медитации и он достиг того чего чего он хотел своих ситх своих каких-то целей больших амбиций духовных и он выходит начинает благословлять по это так как как такой заряженный power bank то есть он полностью заряжен на сто процентов духовной энергией и он начинает благословлять спокойно отдавать ее абсолютно не заботиться о том что она закончится потому что он знает что он полон как говорится up to the neck вот и как это проявляется во первых это благоволит всем учителям всем кто будет преподавать духовное знание если у вас есть какие-то задатки внутренние если вы хотите как-то развиваться в этом плане если вы хотите обучать поскольку вы чувствуете что вы знаете что-то и можете чем-то поделиться не партись делаете это сразу то есть юпитер вам будет давать максимальные силу максимальный эффект максимальную компетенцию поэтому давайте развивайтесь в наше время очень много негатива очень много стресса очень много как говорится мусора в интернете как только захочешь все начинается это и это и пошло поехал поэтому старайтесь давать что-то позитивное что-то очень ценное людям это будет самое благоприятное время самое лучшее время для того чтобы это сделать еще такой момент юпитер у нас заходит в знак где уже находятся кету и сатурн кету это сатурн и кету сатурн и юпитер это учителя но они учат по-разному юпитер он учит через духовное знание кету он учит через отречение или через отнятие у вас того что для вас ценно все зависит от того в каком он знаке находится он полностью как черная дыра всасывает себя все всю карку этого дома то есть он не дает возможности и реализоваться и развиться он создает одиночество то есть великие отшельники йоги те кто живут одни они контролируют свой ум и развиваются в жизни это вот такие люди и сатурн это планета которая отвечает за выдержку за глубинные внутренние качества за терпение за хладнокровное усилие в каком-то направлении за наши терпение за способность переносить все невзгоды и лишения в жизни и вот все эти три планеты они будут в одном знаке вместе можете себе представить насколько это мощнейшая энергия это будет то время когда будет начинать зарождаться и расцветать различные организации школы клубы йоги аскетизм чистота то есть религиозность все принятие то есть все вот эти код качества благородные они все хорошо описаны в бхагавадгитте если почитаете бхагавадгитту называется бхагавадгита как она есть очень много переводов существует бхагавадгитта поскольку это юпитер это также и духовная наука духовное знание поэтому я вам и говорю о бхагавадгитте то есть насколько это важно кетто означает мокша то есть когда вы оставляете ваше тело вы спокойно покидаете этот мир юпитер это значит духовность Знание, которое способствует вам найти самих себя или понять многие вещи для себя. И Сатурн – это тяжелое, кропотливое усилие в определенном направлении. То есть это лимитирование себя в чем-то. Это тяжелая работа, нагрузка, сильная нагрузка. Начали говорить о Кету, сразу собаки залаяли, потому что они руководятся именно Кету. В таком положении вот эти планеты, они дают очень мощный заряд, они благословляют. И все это дело, оно смотрит на близнецов. Это прямой аспект на близнецов. Близнецы – это знак образования. Это все эти школы, все эти направления, они будут цвести, развиваться. Поэтому если у вас есть какие-то задатки, если вы давно искали что-то, чего-то не понимаете, как я читал вчера комментарий одному из наших участников в чате по Бхагавадгитте, когда выть хочется, вроде все хорошо, а выть хочется. Вот это внутреннее состояние. Это как раз то время, когда вот это состояние можно изменить, можно его трансформировать и сделать очень большую выгоду из этого, получив духовное знание для себя. Также такой момент нужно учесть, что сейчас, в данный момент, у нас Меркурий стал ретроградным. Меркурий вообще связан с любой информацией, с любым донесением знаний и информацией до других людей. Поэтому что мы можем заметить? Поскольку у нас сейчас Кету, Юпитер и Сатурн вместе. Сатурн у нас медленный, Юпитер гигантский, а Кету, он вообще не имеет своей идентичности. Вот. Поэтому вот таких три своенравных планеты в аспекте с Раху, с электроградным Меркурием, они могут создавать некоторые проблемы. Пролетают чайки, птицы, поэтому мне нужно сказать о Солнце. Солнце у нас сейчас в дебилитации находится. Оно очень слабое. Оно находится в весах. Это самое слабое положение Солнца в течение года. И как это проявляется? Это проявляется в плане того, что всё, что представляет собой авторитет в данный момент, оно занижено энергетически. Слабое Солнце, оно ущемляет эго человека. Ретроградный Меркурий, неспособность коммуницировать или любое знание, которое вы до кого-то стараетесь донести, оно будет воспринято негативно, неправильно, будет перетолковано, перефразировано. Поэтому любые контракты, любые занятия сейчас связанные с подписанием договоров, с каким-то, то есть, организацией, то есть, начало какой-то деятельности и так далее, сдвиньте это всё на 20 число. Любая вещь, которая связана с подписанием документов, с сдачей экзаменов и так далее, сдвигайте это, спокойно сдвигайте. Это неблагоприятно. Солнце не даст вам возможности блистать, не даст вам возможности сиять где-то, в каком бы доме оно в вашем гороскопе не находилось. Поэтому будьте осторожны. Также эго. То есть, эго сейчас ущемлено. Люди, которые в особенности чувствительны, которые обидчивы, в это время не самая лучшая возможность решать какие-то конфликты. Наоборот, если вы стараетесь что-то, какую-то маленькую вещь выяснить или прояснить, она может взорваться с большущим конфликтом. И это большая проблема. Особенно для таких людей. Поэтому будьте осторожны в это время. Для кого-то, поскольку Юпитер вошел в свой собственный дом, особенно для львов, особенно для стрельцов и также овнов. Это благоприятное время для зачатия детей. Юпитер максимально сильный. Юпитер – это карака детей, сыновей в большинстве случаев. Поэтому пока будет вот этот хороший, сильный Юпитер, у кого плохая возможность, маленькая возможность к зачатию, допустим, да, в соответствии с гороскопом, пожалуйста, делайте это. Это самое лучшее время. Но подождите немножко 20-е число, когда у нас Солнце выйдет из знака дебилитации, войдет в Скорпион, и Меркурий станет дирекциональным. То есть, когда он будет двигаться вперед, а не назад. Это будет очень благоприятно. Вот такая вот информация. Спасибо. Подписывайтесь на канал и следите за обновлениями. Всем пока.